Ну а сейчас хочется поговорить о добрых, о хороших делах, о хороших событиях. И хочется рассказать, что совсем недавно, 1 апреля, в Краснодарском крае стартовал социальный масштабный проект под названием «Эквалайзер». Он реализуется благотворительным фондом помощи детям краем добра при поддержке гранта губернатора Кубани. И прямо сейчас мы поговорим об этом подробнее. И встречайте наших гостей. Скрипникова Олеся и Екатерина Котельева. АПЛОДИСМЕНТЫ Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Доброе-доброе! Екатерина Котельева, куратор образовательных программ, медиашколы, педагог проекта «Эквалайзер», Скрипникова Олеся, координатор образовательных программ проекта «Эквалайзер». Ваши аплодисменты! А значит, 1 апреля благотворительный фонд «Край добра» запустил новый проект «Эквалайзер» для детей с нарушением слуха. Хотелось бы для начала вообще поподробнее узнать о этом проекте. Вопрос, скорее всего, к Олесе. Да, с Олесе, начнем. Благотворительный фонд «Край добра» на протяжении многих лет занимается проблемами детей с нарушением слуха. Поэтому не просто так название «Эквалайзер» появилось. Эквалайзер – это устройство, которое улучшает качество звука. И за годы работы «Край добра» благотворительного фонда более 25 миллионов рублей направлены на решение проблем детей с нарушением слуха, на приобретение FM-систем, звукоусиливающего оборудования, на операции по улучшению слуха. Поэтому этот проект позволит ребятам, участвующим в этом проекте, узнать много нового интересного и раскрыться в каких-то способностях. Так, хочется поподробнее узнать, как смогут раскрыться, какие есть программы в проекте. Медиа-школа подготовила три образовательные программы. Это медиа-школа – основной курс. В рамках этой программы ребята узнают о разных направлениях медиа. Блогинг, журналистика, режиссура, операторское мастерство фотодела. Есть еще актерский курс, актерское направление, где с нашим педагогом дети учатся чувствовать себя уверенно на площадке сценической, немножко заглядывать внутрь себя, может быть, бороться с какими-то комплексами. И, конечно же, это третье направление – это редакция, пресс-центр. Это такая творческая лаборатория вместе с ребятами, их семь человек. Мы, те навыки, которые получили в медиа-школу основной курс, мы применяем их на практике. То есть мы учимся создавать свою социальную площадку в одной из соцсетей, мы пишем посты, мы учимся их оформлять. Все это на практике, думаю, что, надеюсь, по крайней мере, что даже когда закончится этот проект, ребята будут дальше продолжать работу на этой площадке. У вас прям так все слажено. Скажите, а вы между собой вообще как познакомились? Как нашли друг друга? Медиа-школа и проект. Когда существуют неравнодушные взрослые, неравнодушные к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, появляются такие замечательные команды, которые воплощают мечты в реальность. Хочу добавить, что помимо медиа-школы существует направление деятельности как инженериум, где ребята занимаются робототехникой и 3D-моделированием. Уже на первых занятиях были сконструированы небольшие роботы. И в преддверии, и в день космонавтики были такие изобретены маленькие луноходы. Здорово. Вот, кстати, по поводу первых занятий. Скажите, вообще, как реагируют дети? Но все-таки все равно же приходится заниматься, охотно занимаются? Знаете, очень переживали, как это вообще все будет происходить, понравится ли, подготавливались, планировали, думали. И первое занятие, которое прошло, и в театральной студии, и в инженериуме, это были такие, знаете, искренние эмоции, когда слабослышащие дети после занятий вышли в коридор, мальчишки после инженериума, и показывали. Как здорово вообще, как интересно. Ну, это стоит дорогого. Скажите, получается, что программы, они подходят абсолютно всем деткам. Ну, правильно? Есть ли какие-то различия вот именно в подходе к слабослышащим детям? Нас, действительно, нас готовили к работе с ребятами, но мы, скорее всего, волновались даже больше, чем наши подопечные, потому что первая группа, первый поток ребят, это именно слабослышащие дети, то есть они слышат, что мы говорим, и понимают прекрасно. Поэтому, наверное, мы на первых занятиях волновались даже больше. Я даже, ну, бывает, говорю быстро, просили, допустим, сурдолог говорить чуть помедленнее. На первых занятиях обязательно присутствует, как педагог из медиашколы или инженериума, обязательно присутствует сурдопереводчик, который помогает ребятам, если они что-то недопоняли, все это перевести и показать. А дети вас чему-нибудь научили? Может быть, они научили дактилю или каким-то своим жестом? Да, действительно, ребята помогли мне, я пришла, подготовилась, я решила представиться и под актилю тоже, и они поправили мой язык. Здорово. Я бы хотел вернуться к процессу, мне все-таки интересно со своей колокольни, что больше всего нравится детям в занятиях, какие-то моделирования? Как обычные дети, так и дети с ОВЗ, все любят что-то новое, интересное. Поэтому любые занятия, вот как для взрослого, как и для ребенка, ты что-то начинаешь делать, и когда у тебя что-то получается, и ты видишь результат своей деятельности, это, конечно, вызывает восторг, эмоции, и они понимают, что они изобретают что-то новое. Это в театральных, в пресс-центре, в медиашколе, они раскрываются. Все занятия групповые, это очень здорово, это объединяет. С педагогами интересно проводить все, когда заинтересованы, еще раз говорю, и педагоги, и дети, это очень классно. Я бы еще добавила, что, конечно же, практика, то есть это попробовать себя, не только посмотреть презентацию, где я рассказываю, вот что такое телевидение, вот камера, а это попробовать, подержать микрофон, записать какое-то свое первое обращение на камеру, почувствовать себя блогером, придумать какой-то тизер, практика. Мне кажется, это даже нам сейчас будет сложно взять перед собой камеру и записать что-то в социальные сети. Но ведь у многих людей есть такие зажимы. И здорово, что есть такой проект, что он реализуется, и что дети чувствуют себя в нем комфортно. Ну и, конечно, смотрите Кубань-24, давайте делать добрые дела, никуда не переключайтесь.